Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons, обзор беточка и альткоинов, ребята, как и обещал в прошлом видео, поэтому погнали сразу к делу, не будем томить. На недельном таймфрейме мы с вами дорисовали вот этот треугольник, прямо сейчас по ходу пробиваем его наверх, как собственно и ожидалось. Что было в прошлые разы, когда мы от таких перепроданных значений дорисовывали треугольник, вы сами видите. На коронадампе мы его пробили и очень хорошо пошли наверх, собственно, с 4000 на 69 в какой-то момент. Ну и также вот здесь у нас был подобный треугольник, мы тоже его пробили и пошли наверх. Правда, что, всё ещё, конечно же, может быть вот такой вариант, как был здесь, вот правда было всего две зелёные свечечки маленькие, видите, недельные, и после этого мы ушли вниз на ретест, как бы, двойного дна. Всё ещё может быть такой вариант, конечно же, что мы сходим в небольшую коррекцию перед тем, как всё-таки пробьёмся наверх. И это будет увидено, ребята. И я вам всё время неустанно повторяю, что трейдинг – это не про то, что я знаю точно, куда пойдёт цена, и я стою туда до талого и всё. Нет, трейдинг – это про работу с вероятностями и про быструю реакцию. Собственно, что я вчера делал? Я вчера закрывал, открывал позиции, немного налосил от своей прибыли, процентов 10, наверное, в совокупности, может, даже поменьше. И, собственно, вот сейчас снова перезашёл на пробой, но что-то мне пока не нравится, нету особо подтверждающих объёмов. Короче, буду держать вас в курсе, буду, если что, продолжать выходить и перезаходить, потому что смысла нет стоять, потому что мы не знаем, что сейчас будет. Может всё ещё быть такой вариант, что мы вот как и по эфиру, так и по любому другому альткоину сделаем вот так вот. Кстати говоря, BitDAO показывает нам этот вариант. Посмотрите, BitDAO круче всех отскочил, он уже закрыл всё вот это вот падение практически, да? Да не практически, а полностью. Вот мы дошли до предыдущего уровня сопротивления. И после этого он ушёл в коррекцию. В коррекцию, которую, как я подозреваю, может быть уже закончилась, но может спуститься и вот до этого предыдущего уровня сопротивления. А если быть точнее, то здесь целый блок сопротивления и поддержки, вот куда мы всё ещё можем сходить. Поэтому по BitDAO я, собственно, что сделал? Я вчера перелил свои битки маржинальные в биты по такой цене и подпёр, так сказать, позицию, чтобы не ликвиднуло. Вот, потому что я по BitDAO тоже забирал уже большую часть прибыли, вы, наверное, знаете, если меня смотрите. И сейчас торгую по сути только на прибыль. То есть я вывел уже вот у меня, видите, объём средств меньше, чем Realize PNL. Соответственно, ну всё равно не хочется, чтобы ликвиднула часть прибыли, правильно? Поэтому вот я вижу уже коррекцию на 26% в рамках как бы бычьего импульса. Если он продолжится, то уже достаточно нормальная коррекция. Вот мы сходили точно, кстати, к 0.5 уровню по Fibonacci. Посмотрите, если накинуть сетку от лоя до хая и убрать все мои каракули, то мы дошли прям точно тютелька в тютельку до 0.5 уровня. И на бычьем тренде он обычно отрабатывает неплохо. Либо 0.38, либо 0.5. Можем ещё спуститься на 0.61,8? Можем, поэтому тут надо аккуратнее сейчас быть. В целом приоритет лонговый, но может быть и вот такой сценарий. Это что касается BitDAO. В целом я хочу сказать, что я сейчас по большей мере в альтах, чем в биткоине. На спекулятивных, опять же, счетах, на трейдерских. Потому что на ходе ли-то биткоин есть, я его не собираюсь продавать. А вот то, чем торгую сейчас, я перевёл большую часть битка в разные альткоины. Давайте посмотрим на альткоины и обсудим, что происходит по ним. Потому что, как мы видим с вами из графика доминации, она, конечно, на недельках смотрит на то, чтобы пробить вот этот лоу. О чём мы с вами говорим, ребята, уже не первый год. Не первый год доминация рисует нисходящий треугольник. И это медвежий паттерн, друзья мои. Несмотря на то, что, да, тут на месячном таймфрейме вы найдёте жёлтую точку, это очень сильный сигнал, чтобы вы понимали, который говорит о том, что обязательно будет отскок и рост. Но этот отскок и рост, у нас тут, во-первых, красная точка, обратите внимание. На месячном таймфрейме это сигнал, который на годы вперёд. То есть он говорит о том, что мы всё ещё можем даже спуститься в альтсезон, но потом начнётся битсезон в какой-то момент. То есть по синусоиде, грубо говоря, вот у нас даунтренд, и она говорит нам о том, что будет аптренд очень сильный. Так что я бы прямо сейчас так на неё не рассчитывал и не переливался полностью в биток. Потому что биток на обычном рынке может дать сколько? Ну 5-10 иксов там. Ну 20 иксов мы оптимистичны. Ну альткоины-то многие могут выдать и по 50, и по 100, и по 200 иксов. Как мы это с вами знаем. На доминации на дневке также жёлтая точка, кстати говоря, как и была вот здесь и вот здесь. Так что в моменте сейчас, в моменте, возможно, я окажусь неправ. Возможно, что биток сейчас отскочит сильней. Потому что, в принципе, ему пора. Посмотрите, эфир же уже у нас, опять же, закрыл практически всё вот это падение. Битдау мы посмотрели, тоже закрыл. А биток ещё не закрыл. Поэтому в моменте, наверное, биток сейчас, конечно, покажет силу, и альты к нему чуть-чуть задампятся. Но я об этом не переживаю, потому что глобально многие альты ещё более перепроданы. И вот Dash тот же самый ещё не закрыл падение. По Dash, кстати, прямо сейчас EMA Ribbon на дневке разворачивается. Будем смотреть, не ложный ли это разворот, как вот здесь. В общем, да, я думаю, что альткоины сейчас покажут себя в какой-то момент ещё лучше. Биткоин кэш тоже, посмотрите-ка, ничего ещё толком не показал. Я думаю, что это только начало. О чём, собственно, я хотел вам ещё сказать. Я пересмотрел своё мнение о матике. Опять же, очень важно это как трейдеру. Ребята, переобуваться. Как инвестору, как ходлеру ни в коем случае нельзя переобуваться. А как трейдеру нужно уметь переобуться. По матику для меня уже он сейчас более зрелый. Если вы помните, я вот тут вам всю дорогу говорил, что матик очень перекупленный, и цена ему красная 10 центов, потому что он недавно стоил 2. Да? Как и BNB сейчас. Вот BNB сейчас где-то вот здесь к биткоину. Вот матик BTC, посмотрите, где был. Во. Во. BNB к биткоину сейчас даже вот здесь. Но это ладно. Матик, короче, был очень перекуплен, но он после этого, извините, меня скорректировался. И довольно-таки неплохо. К доллару он сходил на 88%, чуваки. Но это всё. На мой взгляд, уже по матику хорошие точки. И я потихонечку начал накапливать матик, потому что интересно. Он себя ведёт достаточно. Он уже отрос на 200%. Сейчас по нему может быть коррекция, но по нему уже сетка EMA Ribbon бычая. Он прямо от неё отбивается, если вы посмотрите. И уже дошёл до 0.23 коррекционного уровня по Fibonacci в рамках технического отскока. Следующий уровень 0.38, это 1.35 долларов. 1.32 где-то. Потом 0.5 и 1.6, если он туда дойдёт. И 0.61,8 в районе 1.95, 2 долларов. Это будет отличный уровень, чтобы забрать тейк-профиты с маржинальных позиций по матику. Ну или консервативно вот этот вот каналчик. Это опять же уровень между 0.38 и 0.5. Уровень примерно 1.5 доллара. 1.4, 1.5. Я думаю, что матик легко может туда сходить. Тем более сейчас всё-таки он очень сильно развивается. Очень много ей токена на его экосистеме пишутся. И пока мы видим с эфиром вот такие непонятки. С переходом на эфир 2.0 матик может очень неплохо себя показать. Но, ребята, я, как и вы, если лезете в это, берёте на себя риск того, что всё может соскаймиться, как Terra Luna, как BitConnect и прочее-прочее. Надо понимать. Что ещё я набираю? Ravencoin. Ravencoin, вы тоже наверняка знаете, что он майнится прекрасно теми же видюхами, что и эфир. И в данный момент и эфир классик будет майниться. И, собственно, вот майнеры перейдут. Большинство майнеров будет переходить на эфир классик и на рейвенкойн. И он сейчас подбирается к своему вот этому нисходящему сопротивлению, к доллару. Смотря как, конечно, посмотреть. Можно сказать, что он уже его сейчас пробивает. Или пробил. Да, у меня тут немного не идеальное оно было. Ну вот плюс-минус. Короче, плюс-минус мы где-то здесь уже. И будем смотреть, как сейчас мы закрепимся над этим уровнем. По Рейвену я жду очень хороших движений. И Raven BTC уже бычий, как вы можете видеть. Опять же, сетка и мы риббом бычая. Мы отскакиваем от неё как от поддержки. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Что говорит нам об альтсезоне. Альтсезоне, а точнее о его начале только, ребята. Вы пока и не видите этих иксов, потому что их ещё нет. Но мы уже в альтсезоне. Понимаете? Рейвен технически сейчас выглядит, как вот он был вот здесь к битку. После чего мы улетели знатно сами, как вы можете видеть. На 500% почти к биткоину. Вот. Что ещё? Что ещё? Касту я продолжаю добирать. Конечно же, ребята. Как я вам и говорил. Но по касте пока всё очень просто. Она торгуется всего на нескольких биржах, в том числе Bybit, Gate. Её ещё нет ни на Femix, ни на Kraken, ни на Binance, ни на Kukoin. Так что всё впереди, ребята. Её нет ещё в деривативах. Её нельзя пока лонговать с плечом. Но зато по ней прошли другие новости. Ребята, которые живут в Европе, из нашего чата уже присылают скрины о том, что они получили имейлы, пригласительные имейлы, и уже тестируют приложение. А те, кто из России пытался это сделать, там написано, что ваш регион не поддерживается. Ну, ребята, а как вы хотели? Такое время живём. Да, вот пока регион не поддерживается, но в токен-то вы можете покупать и спекулировать на этом. Приложение. Будем надеяться, что заработает. Вот. Поэтому, да, если вы живёте не в России, можете уже пробовать приложение Casta, если оно у вас есть, и накапливать эту монету на споте, потому что у неё, конечно, очень сильный потенциал, на мой взгляд. AudioCoin тоже я накапливаю, но не так агрессивно пока, потому что он всё ещё может, на самом деле, показать более долгий медвежий тренд. У него был уже очень хороший бычий тренд здесь. Но на логарифме, если мы посмотрим, в принципе, мы уже вышли из зоны глубокой перекупленности, и прямо сейчас похоже, что разворачиваемся, судя по тому, как поджимается, опять же, сетка EMA Ribbon, и Money Flow выходит из красной зоны. По аудио может быть очень хороший импульс, вопрос только в том, будет ли он как бы в продолжении медвежьего тренда, или пойдёт дальше. И это будет увидено, и уже со всем рынком, собственно, вот эта развилка будет очень важна сейчас. Всё это fake out, и мы увидим ещё донные значения, или же это полноценный разворот рынка. Давайте классик ещё глянем. Классик, конечно, лидирует у нас в этом месяце, ребята. Классик собрался, походу, переписывать all-time high. Я очень в это хочу верить, ребята. Классик по всем признакам бычий. Да, мы видим небольшие коррекции в день там на 8-10%. Собственно, почему я позиции-то и закрываю, чтобы вы понимали про трейдинг. Я торгую сейчас в достаточно большом плече для меня, и это где-то пятое плечо. И если вы думаете, что пятое плечо – это маленькое плечо, то вы ни хрена не понимаете, чуваки. Потому что пятое плечо – это значит, что у вас от вашей точки входа минус 20%, а в инверсе ещё меньше, и вас ликвиднуло. Извините меня, минус 20% монеты ходят у нас иногда за 15 минут в рамках коррекции. Вот здесь вот где-нибудь, вон, классик сходил, минус 30%, даже в четвёртом. Поэтому аккуратней там с большими плечами. По нему сейчас красная точка, он может сходить сейчас к сетке MA Ribbon легко. Может, конечно, и не сходить, но если сходит, это будет опять же минус 20 с чем-то процентов. Но в целом, глобально, посмотрите, какой он бычий. Классик к доллару отбивается от Ribbon, она уже развернулась. Манифлоу выходит из красной зоны. То есть тут как бы противоречивые знаки, вот эта красная точка, красная свечка. Я думаю, что это всё будет выкуплено, и классик полетит на новые высоты. Вот, потому что фундаментал у этого есть, и все предпосылки к этому есть. Что ещё? Дот немного держу. Дот у нас очень хорошо отвалился, и вот мы, собственно, от этого уровня предыдущего сопротивления отбились. Смотрите-ка, как от поддержки. Зеркальный уровень отрабатывает. Сетка MA Ribbon развернулась в бычью сторону, и прямо сейчас Дот тестирует её, опять же, как поддержку. Практически тестирует на дневном таймфрейме. Вот, так что он может, в принципе, ещё подупасть. Но в целом, я думаю, что мы увидим хотя бы 15-20 чем-то долларов по Доту в ближайшее время. В рамках вот этого предыдущего коридора цены, визита этого коридора. 15-25 баксов. Такие мысли, ребята, по рынку. Наверняка кучу всего забыл. Пишите в комментариях, что ещё нужно обязательно посмотреть в следующий раз. Trust Wallet, давайте глянем ещё. Блин, Trust Wallet? Сейчас многие говорят Trust Wallet, токен, Trust Wallet, токен. Посмотрите его к битку. Ну, честно говоря, если вы уже в нём, я бы выходил. Я это, кстати, говорил пару дней назад, когда он был прям совсем на хаях. Ну, посмотрите на это. Вам дают выйти. Если вы в прибыли по нему, вам дают выйти. Чё вам ещё надо-то? Хотя бы частично выходите. Потому что он уже вырос ни хрена себе. Как бы сейчас вот когда уже все говорят Trust Wallet, Trust Wallet, это то время, где лучше на самом деле выходить частично хотя бы. А то и полностью. Потому что он может, ну, как минимум, вот так скорректироваться. Вот, так что да. Но жёлтая точка, кстати, отработала идеально вот здесь вот. Поэтому вот так вот, ребята. Все ссылки в описании. Торгуем осторожно. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы у нас новичок. Стакан достаточно ровный. Заявок и там, и там полно. Поэтому восходящий боковичок сейчас в приоритете с потенциальным пробоем этого дела наверх. Ну, а у меня на этом всё. Это был Гринч из канала Crypto Commons. Спасибо, что посмотрели. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok